Привет, с вами канал Фактория. Этого парнишку можно понять, ведь зрелище катящегося вниз по ступенькам рулона действительно завораживает. В это время совсем не задумываешься, что потом придется все убирать. Кажется, эта собака даже рада тому, что ее хвост стал выглядеть еще красивее. Вот что случается, когда девочки учатся плести косички. В этом случае виновника было найти не так уж трудно. Следы сами привели к тому, кто уронил присыпку. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. От такого рисунка на столе точно не удастся избавиться, ведь изображение семьи было вырезано чем-то острым и останется здесь навсегда. Если мы получаем удовольствие от качелей, то наши питомцы тоже должны этому радоваться. Разве не так? Самое худшее, что можно представить, это то, что в руки вашему ребенку попала зеленка, и он подумал, что это обыкновенная краска для рисования. Кому-то было слишком уж скучно во время завтрака, поэтому пришлось развлекать себя при помощи того, что было под рукой. Похоже, кто-то хотел добавить пару игрушек на новогоднюю елку. Но что-то пошло не по плану. Мама с папой такому погрому точно не обрадовались. Терпение этой собаки не занимать. Похоже, она давно привыкла к тому, что постоянно принимает участие в детских играх. Когда оставил дочь с собакой в комнате вдвоем на один час. Кажется, спящее животное до сих пор не в курсе, что произошло. Почему стиральные машинки в мультфильмах такие яркие, а в реальной жизни такие скучные? Именно после такого вопроса чей-то ребенок решил исправить положение. Еще одна недовольная кошка-красавица. Каждый питомец, живущий в семье с маленьким ребенком, должен обладать огромным запасом терпения. Когда в твоем доме подрастает любитель розыгрышей. Сейчас это безобидный рисунок, а лет так через 10 такие шутки могут выйти на совсем другой уровень. В вашей семье есть маленький ребенок? Мой вам совет. Храните яйца на самых верхних полках холодильника, чтобы у него не было ни единой возможности до них дотянуться. В чьей-то семье растет настоящий спортсмен. Ведь даже в столь юном возрасте он одним неловким движением отломал зеркало заднего вида. Очередные последствия не самого удачного рисования. Ребенок долго не задумывался и решил творить прямо на полу. Сынишка лишь хотел переодеться в чистую одежду, но попытка снять ее с сушилки не увенчалась успехом. Наличию дома маленьких детей коты довольны меньше всех, ведь порой им сильно достается. По этим глазам так и читается, я сам не успел понять, что произошло. А вот и подружка предыдущему герою. На этот раз кошка осталась еще более недовольной своему новому образу. Иногда мамины палетки ребенку напоминают палитру с необычными красками. И если этот ребенок растет творческим человеком, то может произойти подобная ситуация. В этом случае все предельно понятно и без объяснений ребенка. Ему зачем-то понадобилась банка с краской, причем понадобилась именно на первом этаже. Но он случайно уронил ее, когда спускался по лестнице. Когда в руки сына или дочери попадает маркер, то остается только молиться, чтобы он не натворил чего-нибудь, пока тебя нет рядом несколько минут. Такого точно никто не мог ожидать. Неожиданную находку мама обнаружила лишь, когда захотела заняться стиркой. На вопрос зачем, ребенок так и не смог ответить. Преобразить вид автомобиля ребенок может не только снаружи, но и внутри. Похоже, что по его мнению кожаный салон был недостаточно стильным. Подобные проделки ожидаешь увидеть от питомца, но никак не от ребенка. Но, как утверждает отец, в их доме нет животных. Кажется, кто-то проводит слишком много времени за ноутбуком, что совсем не нравится сыну. Чей-то ребенок решил устроить рыбкам пенную вечеринку. Кроме того, добавив в аквариум еще несколько предметов, чтобы его обитателям было не так скучно. Пластилин. Сколько радости вызывает это слово у детей. И в то же время, какой страх оно вызывает у мам с папами. Ведь они в курсе, что может произойти, когда оставляешь ребенка с пластилином наедине. Когда в семье растет настоящая принцесса, все предметы в доме начинают соответствовать ее величеству. И даже унитаз не смог избежать этой участи. Ребенок возвращается с прогулки весь грязный. Сейчас могут выдохнуть. Ведь теперь они должны понимать, что в их случае все не так плохо, как здесь. Любую девочку с самого детства манит косметика ее матери. Но далеко не все эксперименты с этой косметикой заканчиваются безобидно. Здесь родителям все-таки удалось объяснить, что не стоит раскрашивать обои, если тебе не нравится их цвет. Но такого они точно не могли ожидать. Детство это момент жизни, когда в голове появляются самые необычные вопросы. Например, такие как, а что будет, если прыгать на батуте вместе с папиными банками краски? Знаете, что еще любит каждый ребенок? Оставлять везде следы своих рук. Правда, иногда от этих самых следов можно избавиться лишь заменой обоев. Когда ваш ребенок с раннего детства слишком самостоятельный. Ну а что, нужно вовремя кормить его, если не хотите, чтобы он сам полез в холодильник в поисках чего-нибудь вкусненького. Главная мания детей — раскрасить во все цвета радуги любую вещь, выполненную в светлых однотонных оттенках. Ноутбук после этого точно не станет работать хуже, зато посмотрите, как он теперь эффектно смотрится. Начинаешь немного беспокоиться после того, как видишь поисковый запрос своего восьмилетнего сына, как побороть сорокалетнего отца. Вот что происходит после слов мамы «хватит целый день играть в видеоигры и смотреть телевизор, иди поиграй с собакой». Удивительно, насколько терпеливый у кого-то питомец. А в этом случае сразу видно, насколько ребенку не хватает сестры, с которой они могли бы устраивать чаепитие. Но выход из любой ситуации дети находят достаточно быстро. Не стоит на виду оставлять банки с краской, иначе по возвращению домой вы обнаружите, как все невзрачные предметы интерьера приобрели яркий окрас. Фото, сделанное явно после того, как родители отказали своему ребенку в покупке мольберта, который малыш увидел во время похода в магазин. Оставлять маленького ребенка с едой за просмотром мультфильмов на компьютере тоже не самая умная идея. В этой семье такое точно больше не повторится. В этой же ситуации, кажется, малышу не очень понравились действия, происходящие на экране. И единственным логичным для него поступком было бросить в ноутбук то, что было под рукой. После того, как мама увидела последствия творческого процесса своих дочек, они все втроем ждали папу с работы, чтобы сообщить ему новость, которой он совсем не обрадуется. Каждый родитель с детства учит своего ребенка, что если что-то испачкал, то это нужно отмыть или постирать. Именно поэтому немного испачканный телефон оказался в стакане с водой, чтобы мама не расстроилась из-за грязи на нем. Не стоит игнорировать просьбы детей о том, что им нужно в туалет, когда вы ходите по магазину. Особенно, если это строительный магазин. Не каждый ребенок ведь в курсе, что унитазы в них не функционируют. Еще один случай, когда ребенок решил немного преобразить скучный вид семейного автомобиля. К счастью, родителей у их чада не хватило роста, чтобы добраться до остальных мест. Такую поломку вы точно никогда не видели. Что же нужно было уронить на тачпад, чтобы он треснул? Хорошо, хоть остальная часть ноутбука не повреждена. Когда очень хотел попробовать на вкус каждую конфету, но прекрасно осознавал, что мама будет ругаться, если ты съешь абсолютно все. Теперь этот долматинец выглядит более празднично, даже несмотря на его недовольные глаза. Будем надеяться, что краски легко отмываются и питомцу это не создало никаких проблем. Сложно представить детство любого мальчишки без игрушечных пистолетов и автоматов. К сожалению, родителей наличие дома таких игрушек могут привести к подобным последствиям. Сложно ругать своего ребенка после сделанной острым предметом на капоте автомобиля надписи «Мне нравятся мои мама и папа». Иногда крайне сложно понять, чем был мотивирован твой сын, когда он очередной раз что-то натворил. Но после таких действий, скорее всего, придется покупать новый телевизор. Теперь владельцу этого ноутбука придется потратить немало времени, чтобы методом проб и ошибок вернуть все клавиши на свои законные места. В таких ситуациях главное быть оптимистом. Флоуресцентная краска при обычном освещении не видна, так что просто нужно убрать оттуда подальше все лампы, чтобы замести следы. Самая часто возникающая проблема с маленькими детьми, они во всех окружающих предметах видят холст для рисования. И не важно, бумага это или дорогой ноутбук. Кажется, у кого-то подрастает будущая рок-звезда. Как видите, этот ребенок уже начал развивать навык разбивания гитары о сцену. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.